Девчонка Она то плакала на взрыд, то вдруг на всех кричать пыталась, и криком прикрывая стыд, с ребенком навсегда прощалась. Я был свидетелем случайным, жену в больнице навещал, а тот конфликт необычайный, хорошего не обещал. Когда она за дверь шагнув, уйти пыталась от ребенка, я крикнул, руку протянув. Постой, безумная девчонка, остановись, возьми дитя, подумай, что ты совершаешь, на миг свободу обретя, покой навеки потеряешь. Тебе сегодня тяжело, ты жизненной свободы хочешь и протестуешь всем назло, а что ребенку ты пророчишь? Пророчишь серый детский дом и жизнь, как в старой жуткой сказке. Ты убиваешь душу в нем, навек лишив любви и ласки. Она как будто замерла, немного молча постояла, обратно в кабинет вошла и словно клятву повторяла. Прости, мой миленький, прости, прости, кровиночка родная, что мамка пудлая такая хотела от тебя уйти. И, оглянувшись на меня, с какой-то новой, доброй силой взяла на руки малыша и стала женственной и милой. И я поверить захотел в ее намерения благие, ведь женщин не таков удел бросать детей. Они другие. Они готовы жизнь отдать за жизнь детей, за их улыбки. Святое это слово «мать», и ей нельзя творить ошибки. Их очень мало на земле, тех женщин, что детей бросают. Затем всю жизнь живут во зле и с этим грузом умирают. Я заклинаю матерей, и всех отцов я заклинаю. Не смейте оставлять детей, их слезы камень прожигают.